Доктор Наталья Мошина, которая рассказывает нам о программах скрининга рака молочной железы в Норвегии. Все меня слышно? Сегодня мы поговорим о программе скрининга в Норвегии по раку молочной железы, как она проводится и какие результаты. Все меня хорошо слышно? Спасибо. И прежде чем я начну, я хотела бы рассказать о главе нашей программы по скринингу рака. Спасибо за то, что предоставили нам информацию. Я хотела бы рассказать о программе скрининга в Норвегии. Это популяционная программа, которая финансируется правительством. И я расскажу о мерах, которые мы реализуем в рамках данной программы. Итак, программа реализуется здравоохранительными учреждениями Норвегии. И у нас, помимо этого, можно сказать, что осуществляется 30 центров скрининга, 26 стационарных и 4 мобильных, 16 клиник. Здесь на слайде показаны синим и красным цветом точечки. Они все показывают клиники по лечению рака молочной железы и центры скрининга. Видите, у нас 4 автобуса. Это мобильные центры, которые ездят по всей стране. И женщины имеют возможность принимать участие в скрининге, даже если они проживают в отдаленных участках. Региональные программы стриннинга также контролируются властями и производится технический и качественный контроль национальными органами. Программа осуществляется по европейской линии. И есть программы о том, как проводить такие исследования. И есть группы, которые встречаются и обсуждают проблемы, как развивать такие программы скрининга в дальнейшем. Сейчас у нас уже более 100 публикаций о таких программах скрининга. И это, наверное, самый важный слайд. Это система информационной технологии по программе скрининга рака. У нас 4 основных секции, которые сотрудничают между собой. Это реестр онкологических заболеваний Норвегии. Это главный орган. Женщины в возрасте до 69 лет раз в 2 года приглашаются на исследования. Такие приглашения отправляются в электронном виде. И потом их распечатывают физически. И каждая женщина из разных возрастной группы от 56 до 69 лет получает приглашение. И в нем указано, где она может пройти маммографию, когда, время и место. И если вы хотите, чтобы человек принял участие в скрининге, там дается список мест, где она может пройти, скрининг и маммографию. Также предоставляется личная информация. Есть возможность узнать свои клинические результаты. Они передают эту информацию радиологам и клиникам, которые занимаются лечением рака молочной железы. Клиники проводят контроль таких результатов. И если маммограмма позитивна, и если один из двух радиологов дает положительный результат, проводится встреча. И здесь уже решают, нужно ли приглашать на прием каждую конкретную женщину. Но если решение принимается и считается, что маммограмма нормальная, то информация отправляется в реестр онкологических заболеваний Норвегии. А дальше этот центр уже передает эти данные на почту. И, как я уже сказала, женщины получают свои результаты в электронной копии и в физическом виде письма. И если даже у них нет никаких подозрительных находок, они получают такое письмо. Если же такие находки есть, то клиники, которые занимаются лечением рака молочной железы, должны проинформировать женщин об этом. И есть особое письмо, особая форма письма, которая отправляется женщине. Причем такое письмо отправляют уже клиники по лечению рака молочной железы. Опять же, там указывается время и место, когда нужно прийти для следующего обследования. Это ультразвук, МРТ и биопсия. Конечно, все зависит от каждого конкретного случая. Здесь вы можете увидеть четыре этапа маммографии, как это все работает в Норвегии с точки зрения женщины. Итак, женщина приходит в место, где можно пройти скрининг. Ее встречает радиограф. Сначала проводится небольшое интервью, получают личные данные, личную информацию. У нас есть специальный опросник. До 2016 года в Норвегии существует специальный опросник для скрининга на предмет рака молочной железы. Это информация, которая важна для последующих исследований. Затем идет обсуждение с радиографом. Затем человека отправляют на маммограф как таковой. И здесь уже работает два человека. А после этого изображение передают в клиники по лечению рака молочной железы. И специалисты уже занимаются их прочтением. Встреча на предмет принятия решения проводится. Здесь принимают участие опытные врачи. И они оценивают положительные маммограммы. Затем передают эту информацию в раковый реестр Норвегии. Должны сделать это в течение 30 дней. В результате вот такого сотрудничества между четырьмя основными органами, центрами скрининга, больницами и реестром онкологических заболеваний. В Норвегии собираются очень важные данные. Здесь отправляются приглашения. И здесь собираются важные данные по радиологии и по патологии. И опять же очень важно, что есть особый опросник, который действителен в Норвегии до 2016 года. Итак, реестр Норвегии обладает своими базами данных. И эти данные очень важны. Нужно, конечно, оценивать качество данных и обеспечивать возможность их сравнения. Однако самый главный результат заключается в том, что у нас есть интеграция. И мы создаем консолидированную базу датных по скринингу рака молочных железы по всей Норвегии, по всем регионам. Вся эта информация собирается из разных регионов и, конечно же, анализируется. Благодаря вот такой базе данных мы можем осуществлять разные исследования, оценивать качество. И именно поэтому следующая часть моей презентации будет в основном посвящена показателям по скринингу в Норвегии, сколько человек приходит, сколько рака обнаруживается и так далее. Используя вот такие данные и связь с другими органами Норвегии, у нас есть информация и по выживаемости, и по смертности. И поэтому на этом слайде вы можете увидеть, сколько человек из разных возрастных групп приходит на такие исследования. У нас более 80% женщин приходят на такие исследования и уровень посещаемости от 70 до 80%. Если посмотреть на разные регионы Норвегии, у нас их всего 19, то вы можете увидеть, что средний показатель это где-то 74% за период 2008-2015 год. А здесь вы можете увидеть результаты. Это программа скрининга 2006-2014 год. Как правило, их женщин вызывают еще раз для анализа. Мы проводим клиническое исследование, особенно если женщина приходит с какими-то конкретными жалобами, или мы видим, что есть конкретные показания для маммографии. Второй важный момент заключается в том, что иногда бывают технически непригодные изображения. Это происходит из-за проблемы с оборудованием. Сейчас у нас происходит полная дигитализация. В общем-то, она была завершена в 2011 году. За этот период мы можем увидеть позитивные маммографические результаты. Они показаны красным цветом. Это 3%. А здесь вы можете увидеть данные по раку молочной железы с 2006 по 2013 год. Данные представлены для 1 тысячи человек. Здесь исследовался и инвазивный рак, и карцинома ин-ситу. Итак, 0,9% на тысячу человек. Дальше. Общие данные с 2006 по 2011 год. Мы, конечно, их подсчитываем. Это все осуществляется в центральных органах Норвегии. Это рак, который появляется между исследованиями. Здесь, опять же, тысячи женщин пришли на исследование, и показатель по такому раку был довольно низким. И в завершении своей презентации я бы хотела сказать буквально несколько слов о сокращении уровня смертности. Такое исследование было действительно сделано среди населения. В нем приняли участие женщины, рожденные с 1927 по 1959 год. И программа продлилась с 1996 по 2009 год. У нас были некоторые критерии исключения. И в результате в этом исследовании приняли участие порядка 700 тысяч человек. Исследование, посвященное сокращению смертности. Вот так вы видите, как выглядело наше исследование. Мы проводили скрининг. Мы разделили их на две группы. Те, которые проходили скрининг и без скрининга. Те, которые проходили скрининг, это женщины, которые получили приглашение и приняли участие в скрининге. Более 4 миллионов человек были. Женщины, которые не приходили на скрининг. Порядка 1 миллиона человек. И после этого происходилось определение опухоли в груди. Они анализировались. Эти данные отправлялись в органы Норвегии. Они сравнивались с другими данными. И мы обнаружили достаточное количество информации по смертности. Видите, здесь смертность от рака груди 998 в одной группе и 392 в другой группе с 1996 по 2010 год. Здесь вы можете увидеть, опять же, изучение смертности от рака груди. И те, которые проходили скрининг, у них был меньший процент смертности, чем среди тех, которые скрининг не проходили. Причем отличия явно видны на слайде. Помимо этого, я хотела бы сказать буквально несколько слов о смертности от рака. Опять же, здесь мы анализировали две группы. Это те, у которых был скрининг и не было скрининга. У тех, у кого был скрининг, это 27 на 100 тысяч человек. А 39,7 на 100 тысяч человек среди тех, которые скрининг не проходили. И так мы видим, что смертность составила 0,52%. Но есть важные другие показатели, которые нужно принимать во внимание и подстраивать эти показатели. Это возраст, например, пациентов, это время, когда они пришли на скрининг. И здесь мы видим, что мы добились сокращения смертности на 43% среди тех, которые приходили на скрининг и приняли участие в программе маммографии и программе скрининга на предмет обнаружения рака груди. Я надеюсь, что я показала вам хороший пример программы скрининга. У нас действительно хорошие результаты. У нас хорошие результаты по сокращению смертности. И это действительно очень важно, потому что часто задают вопрос, нужно ли продолжать программу скрининга или нет. И вот мне кажется, мы дали конкретный ответ на этот вопрос. Большое спасибо. Вопросы? Спасибо. У меня есть вопрос. Так, давайте все-таки зададим один вопрос из зала. Из зала, да, пожалуйста. 43, слышно? 43 это впечатляющая цифра. В начале, когда начинаешь скрининг, в принципе, заболеваемость возрастает. Сколько времени, вот я не уловила, сколько времени прошло с момента начала скрининга до снижения показателей смертности у вас? Если мы посмотрим, так, ну, будем смотреть. Программа, я отвечу по-русски, чтобы было понятно. Программа стартовала в 1996 году, соответственно, с того момента до 2009 года. Все данные были собраны. То есть получается... Сколько у нас лет? 20. Мы приближаемся к 20 годам, но 15. Целое поколение. Целое поколение. Да. Поколение. Не сразу. Именно поэтому, да, сложность была в том, что предыдущие исследования по поводу смертности имели недостаточно полные данные. Необходимо было подождать как минимум 15 лет, чтобы провести это исследование. И невозможно с точностью определить эти цифры, пока вот этот вот период времени не пройдет. Это однозначно. Если можно, еще один вопрос. Да. Я правильно поняла, что пациентка получает результаты своего исследования по почте? Да. То есть мне трудно представить. Приехала машина, сделали снимок. Потом женщина смотрит в компьютер, ей говорят, у вас рак, вам надо прийти на прием к врачу. А реакция женщины на такое извещение? Вот мы такого не позволяем себе. То есть это очень трудная психологическая ситуация сообщить пациенту диагноз такой. Может быть, в Норвегии по-другому? Да. Это достаточно сложный вопрос для Норвегии также. И мы сейчас как раз начинаем исследование по поводу психологической оценки состояния женщин, которые получают информацию о результатах, допустим, о положительной мамограмме. Положительная мамограмма – это значит, что какие-то проблемы существуют. Но, видимо, менталитет норвегских женщин немножечко отличается от менталитета русских женщин. И они достаточно спокойно воспринимают результаты по почте. И они же знают, что они могут позвонить в любое время в центр, поговорить с радиологами, поговорить с врачами. То есть поддержка осуществляется всегда. И как только они получают письмо, они получают не только результаты, но и контактную информацию. И они могут связаться со службой поддержки в любой момент. Спасибо большое за доклад. У меня несколько вопросов, если можно, очень коротко. Первый вопрос. У группы рискового создаются наследственный рак? Они точно так же один раз в два года обследуются или, может быть, чуть чаще? Да. Мы… Как вам это проще объяснить? На данном этапе все женщины в возрасте 50-69 получают одинаковые приглашения, и вся система практически одна и та же. Хотя существует всегда возможность. И это зависит от женщин. Это не государственная программа. Женщины могут выбрать также полное обследование крови, и маркеров, в результате чего они получают информацию, допустим, о маркерах, которые связаны с раком молочной железы, и тогда они могут самостоятельно делать маммографию, когда они хотят. Есть еще такая вероятность, что врач общей практики может посоветовать им проходить скрининг каждый год. Но индивидуализации по данному вопросу пока не существует, к сожалению. И мы работаем над этим, и надеемся, что в будущем появятся возможности это осуществить. То есть один раз в год маммография, она не уходит в страховую полюсу, это приходится делать коммерчески? Нет, к сожалению, нет. Но я могу сказать, что женщины в Норвегии, они осведомлены о всех своих возможностях, а также осведомлены о том, что может произойти, если рак не будет найден вовремя. Соответственно, понимая, что государственная программа по скринингу предлагает им скрининг только каждые два года, они спокойно, самостоятельно могут идти в частные клиники и делать все, что им нужно. То есть это не такой серьезный вопрос для норвежских женщин, поскольку они достаточно свободно в выборе и могут делать все, что хотят. Ну, да, норвежские женщины знают, что рак излечим. Соответственно, it looks like Norwegian women know that you can cure breast cancer, but Russian women don't. So you say that after 69, there is a cut-off for screening. And then what are other risks after past this age? Well, a year ago... Оценки качества программы независимыми экспертами мы пришли к выводу, и оценка качества показала, что женщины в возрасте 70-75 лет тоже должны проходить скрининг, и если будет возможность у программы и у государства, соответственно, финансировать, мы обязательно будем проводить скрининг для этих женщин. однако в данный момент, к сожалению, они оставлены без внимания, но поскольку эти женщины в основном, они, ну, на данный момент, они благополучно проходили этот скриник с 50 до 69, они тоже прекрасно понимают, есть ли у них риск или нет, и они общаются с врачами периодически, и если у них есть возможность, а чаще всего она бывает, они самостоятельно тоже ходят, проходят маммографию. И любопытство ради, всего 4 автомобиля, но все на Равигю? 4 автомобиля только для тех областей, которые удалены от городов. Соответственно, в больших городах и, ну, даже в небольших населенных пунктах имеются вот эти вот скрининг-юнит, специальное отделение по скринингу, где рентгенологи проводят маммографию. И затем отсылают, все компьютеризировано, отсылают данные в больницы, где находятся клиники, и где радиологи, в данном случае рентгенологи по-русски, вот, проводят, соответственно, интерпретацию. И последний вопрос, я прошу простить, последний вопрос. 30% которые не входят в скрининг, мотивацию вы не выясняли, почему они не хотят в скрининге отследоваться? Одна из больших серьезных проблем в маммографии – боль при исследовании. И мы решаем эту проблему сейчас, и исследование проводится. Огромное спасибо. Наверное, и другие люди хотели задавать вопросы, но я сейчас все передаю в руки своего сопредседателя, у которого есть заявление. Ну, окей, хорошо, раз у меня есть заявление, я сейчас его придумаю. В всяком случае, я хотел бы сказать следующее, что то, что мы увидели, на самом деле, очень разношерстная картина в разных странах. Где-то видно, что скрининг гораздо более организован, где-то менее организован. Он связан, судя по всему, с территорией, количеством населения, с возможностями и, так сказать, финансированием медицины. На мой взгляд, определенно прослеживается тенденция, где, на примере Тайваня и на примере, как бы, Норвегии, что чем более развиты информационные системы в медицине, тем лучше организован скрининг. Вот, насколько я это понял, во всяком случае. Коллеги, если у кого-то есть какие-то комментарии, тогда, так сказать, я хотел бы сказать следующее, что, возможно, у кого-то есть в порядке дискуссии, некие заявления или обсуждения по тем вопросам, которые мы рассмотрели сейчас. Окей, я так понимаю, нету. Ну, со своей стороны, я бы хотел сказать, что для меня абсолютно очевидно, что во всех трех докладах так или иначе, как бы, так сказать, речь шла об индивидуализации, о персонализации скрининга. И хотя это, очевидно, пока еще не совсем развитая история, потихонечку, судя по всему, во всех странах, этот процесс начинается, ровно учетно так же, как он когда-то начинался в лечении рака. Сейчас это касается уже и скрининга рака, персонализации скрининга. И я думаю, что вот это вот та тенденция, которую мы будем, скорее всего, видеть в ближайшие годы, там, десятилетия, IT-системы, которые позволят персонализировать скрининг рака. Я думаю, это будет так. Я думаю, что эту сессию можно читать закрытой в таком случае. Спасибо, коллеги.